Быстрее, выше, сильнее и умножить на три. В Самаре прошел финал спартакиада среди семейных команд. Самые спортивные папы, мамы и дети области соревновали в шести дисциплинах. Мероприятие ежегодное и прошло уже в третий раз. О новых конкурсных испытаниях для семьи и сложностях, с которыми столкнулись самые маленькие участники, узнала Мария Шпакова. Семья Левец! Какой образ Усана! Всего больше 20 команд, в составе которых три человека – папа, мама и ребенок. Они лучшие в своих городах и селах приехали на финал областной спартакиады. В числе участников и семья Ныровых из Сызранского района. На общем уровне, посоревноваться с другими, пообщаться. Я думаю, что такие мероприятия нужно почаще проводить. Мне было сложно ложку сначала, но чуть-чуть было сложно принести, а потом стало полегче. Вот в туннеле там все вот так вот, неразбурчиво. Соревнования проводятся раздельно среди семей с мальчиками и девочками по двум возрастным группам – 10-11 и 12-13 лет. Это привлечение различной категории населения и возрастных, и, будем говорить так, и дети, и взрослое население к занятию спортом. Причем систематическое занятие спортом. Ну и, конечно же, пропаганда в первую очередь. Я думаю, что те юные спортсмены, которые здесь тоже участвуют, может быть, выберут тот вид спорта, которым будут заниматься. Выбрать действительно есть из чего. В программе спартакиады – баскетбол, спортивный комплекс, полевая стрельба, эстафета и впервые мини-гольф. Попасть в лунку – задача непростая. Здесь необходимо обладать определенной сноровкой и точностью. А еще обязательно рассчитывать силу удара. За моей спиной находятся пять дорожек для мини-гольфа, которые предстоит пройти всем семейным командам. И при этом постараться не заработать штрафные баллы. Их, к слову сказать, начисляли за любые ошибки. Тем, кому удалось избежать, повезло втройне. Остальным есть время подготовиться и попробовать стать лучшими в следующем году. Мария Шпакова, Александр Ерофеев, Новости губернии.